За милость Его, по которой мы находимся на этом месте, Он довел нас до этого места и дает нам пищу, чтобы мы подкреплялись, путь наш еще продолжается. Я хотел бы, может у меня так коротко не получится, как у нашего брата, просто замечательно, да, так, стих, который я рассказывал, четко. Итак, слава Богу, я хочу прочитать местописание 1 Коринфянам, 12 глава, и с 12 стиха, и там выборочно ниже. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И 26 стих, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, опора члены. Ну, такое местописание, у нас сегодня членское собрание, я не знаю, это совпадение может, но мне хотелось бы свидетельствовать сегодня о части этого тела, о нашей молодежи. Вы знаете, я, ну так написано, что радуют славятся один член, а радуются многие. Я не знаю, смогу ли я свою радость передать вам, но верю, что если мы напоены одним духом, то это мне удастся. Вы знаете, было в то воскресенье, ездила молодежь, и меня туда прикрепили, так бывает, знаете. Ты не из этого общества, но тебя туда прикрепили. У меня так и в спорте когда-то было, меня прикрепляли к симферопольской команде, там еще куда-то. Вот, ездили в Коломы, знаете, были волнения. Я думаю, что Саша Максименко еще расскажет на третьем служении, но я свои чувства передаю. 67 человек ехало в автобусе молодых людей, можете представить себе, какое там вино играло в этом автобусе. Но удержало автобус всех на месте, слава Богу. Переживали, что просили 60 человек, потому что церковь меньше, меньше, чем наша, и разместить очень тяжело. И переживали они, и переживал Саша, потому что не 60 человек было, а 67, и два водителя 69. Но тем не менее, вы знаете, люди, некоторые ушли обижены, что им не хватило, не хватило кого взять. Они говорят, это же нам надо неделю кушать, то, что мы приготовили. Расстроены, пастыря не хватило людей. Вот, слава Богу. Маленькая сцена у них. Где-то я так сразу посмотрел, наверное, 2 трети максимум может вместиться из тех, кто приехал. Но, слава Богу, поместились все. Нам там два ряда еще поставили спереди, но они были пустые, потому что все поместились. И вы знаете, вот то, что Бог делает, он действительно дивный Бог, чудный Бог. Когда молодежь начала петь, ну, честно, вот так, чтобы коротко сказать, я так понимаю, что меня дали в подкрепление туда, да? Как бы, ну, я так польщу себе чуть-чуть, чтобы усилить команду. Вот, но я сидел и просто назидался, я вам скажу, от пения молодежи. Я назидался от проповеди. Было, нам дали время, первое служение. У них тоже два служения, как и у нас. И чуть-чуть ограниченное время было. Но все-таки проповеди четкие, хорошие. Я благодарю Бога за нашу молодежь. Братья и сестры, это для назидания нам. Вы знаете, в советское время о двух вещах таких говорили. О том, что семья ячейка общества, и боролись коммунисты, да? Вот, ну, может быть, там они не совсем боролись, как говорили, но тем не менее, этот лозун звучал. И помните, еще из старших людей был лозун о преемственности поколений. Это важный такой вот момент, чтобы не было этого разрыва. Вы знаете, вот как раз я вот, ну, доволен. И я вам скажу, что это поехала только часть молодежи. Я так понимаю, что лучшая часть, лучшая часть еще осталась, не хватило им места. Слава, слава Богу. И вы знаете, вот я хотел бы, просто нам для размышления, вот, разного поколения люди в разное время пришли в церковь, но Библия не разделяет так, а говорит, что вы все одно тело. Все члены одного тела. И нет тела, которое важней. Мы, как люди, иногда на кого-то смотрим сверху вниз, а на кого-то снизу вверх. Ну, так мы устроены, плоть наша такая, да? Но Бог не делает разделения, да, на важные, на неважные. Ну, можем пример такой на собственном теле применить. Я как-то услышал и рассказываю про очки, которые носит нос. Нос возмутился, говорит, мне очки не нужны абсолютно. Ну, а глаза только развели рука. Ну, глаза, рук нету, но расстроились, а носить не на чем. Ну, и плохо видят, и шло это тело без очков. И что вы думаете? Ну, споткнулось, упало и разбило нос. То есть, чтобы мы понимали, что если мы одно тело, вот это нет различия, кто бы ни был, и дорожить, да, вот со своего тела ничего не хотим, да, лишиться чего-то. Я хочу прочитать такое местописание. Я иногда его вспоминаю, вот уже говорил. Иисус говорил непосредственно, конечно, о фарисеях, о той старой закваске и о новом учении, что новое учение, его нельзя туда вместить, в эти старые формы. Он это говорил так. Так, и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но вы знаете, я все время такой вот стих, я все время о детях и родителях. Мне вот больше. Это да, несомненно, это обучение, о новом учении, которое принес Иисус, и не могли вместить. Сам Павел его не мог вместить. Он по неверию гнал церковь. Но вот смотрите, если так шире посмотреть или применить его в другое место, что дети, я помню, когда я был маленький, меня дедушка хотел все время поймать и посадить. Говорит, хоть секунду посиди. А молодое вино, оно гасает, ему бурлить надо, понимаете? И тот старый мех, и сейчас я тоже сяду, хочу покоя какого-то, может даже Библию почитать. А тут круги, как спутники. Хочется их трошки присадить. Вы знаете, вот уже старый мех, он тяжело то молодое вино держит, но слава Богу, что не прорывается. Но смотрите, еще один такой, слава Богу, Бог дает силы. Но смотрите, по отношению к церкви, чтобы мы тоже себе поразмышляли, есть молодые люди, которые растут, и вы знаете, что молодые тяжело понимают, даже в церкви тяжело понимают более пожилых. У них жизнь бурлит. Человек, который уже устоялся, устоялся, в вере устоялся, ни в чем-нибудь другом, он уже так видит, он уже так держится этого пути, а молодое, оно еще ищет себе, где можно расширить. То есть вот это все мы должны вместить в себе. Не быть старым мехом, как церковь, а чтобы оно вмещало. Такие вот моменты в нашей жизни, вы знаете, я так, меня специалистом считают по алкоголю, даже в церкви. И вы знаете, что, ну, можем улыбнуться, но тем не менее, я когда-то занимался невиноделием, у нас такие другие вещи в нашей стране делают. И вот когда эту квасное ставят, ту брагу, да, я вспоминаю, что так за ней ухаживал. Смотрите, оно начинает играть, бурлить, да, но если оно не переиграет, крепости не будет. То есть, с одной стороны, тяжело вместить это все, вот молодежь, да, бурлит, она пробует и там, и там, и там, но важный момент не угасить. И я помню, я там шил какие-то утеплители к батарее, и так, и так, и так ухаживал. Ну, такой, Иисус иногда такие примеры приводит, что нам, ну, не церковное, знаете. Но тем не менее, вот, вы знаете, чтобы к нашей молодежи мне хотелось, мы так относились, чтобы они действительно вот то, что должно перебродить, переиграть, и была потом крепость. В ветхом вине там крепкое вино, устоявшееся, уже такое, как его ценят, ценят его больше. Вот это то, что хотелось бы мне, еще одно место из Акииля, прочитаю. Ну, вот, вы знаете, вот тоже вот такой пример, как преемственности поколений. Библия приводит примеры и деревьев, плоды, да, на смоковнице плоды. Вот церковь Божия, она растет, она должна, мы как пример берем, как одного человека, да, с плодами, но можно взять ту смоковницу и как церковь, как поместная церковь, на которой должны быть плоды. Если она не будет плодоносить, то что там в одном месте Иисус проклял, она засохла просто. Не будет там питания, она засохнет, не будет влаги, не будет то, чего ей надо, она засохнет. Но мне хотелось бы тоже на дереве такой пример, я когда-то приводил, чтобы мы понимали друг друга, и старшие, и младшие, которые приходят. Но это не только возраст, а и больше, может, в большей степени касается веры. Только молодые пришли, кто-то уже больше. И я себе представил такое дерево, вы знаете, мощное, в котором есть ствол. Когда православные тоже рисовали там интересную такую картину, я пришел к своему другу, он говорит, смотри. И там такой дуб, вы знаете, как генеалогическое это дерево рисует. Дуб, и пошли ветки, и там имена, имена. Только на этом дереве было написано, так вот, Иисус, все правильно, внизу, апостольская церковь, а потом пошла там православная, от нее уже отделилась католическая, от католической протестантская, от протестантской там еще баптисты, и так веточка растет, и там еще где-то там в сторону, и пятидесятник. И он говорит, смотри. Я говорю, так а что? Ну смотри, где надо, а где вы? Я говорю, так слушай, это же на дереве, это же не отсечено и не валяется. На дереве еще и живое. И когда-то моей жены тетя с Андрюшей, с моим, она гуляла, и у нее дочка в Польше тренером работала, вышла замуж, и там у нее у этой тети внук там родился. И ей так, она когда в гости ездила, ей католики так близко. И приезжал Папа Римский, там, я не знаю, в 2000 каком году, в втором, первом. Вот. И она говорит, нет у вас этого пригласительного туда, на чайку, где собирались. Я говорю, нету. Но я так по карьерной ходил, и там была каплычка святой Татьяны. Я говорю, там вот это похоже, что это католическое, вы подойдите. И она с колясочкой, с Андрюшей подошла, и ей там дали пригласительный. И она уехала. А знаете, как люди православного характера такого, веру менять не хотят, они хорошо относились к тому, что, ну, видя жизнь нашу, что мы ходим к пятидесятникам, но тем не менее, веру менять не хотели. Но оттуда она приезжает, и такая счастливая. И говорит, вы знаете, задали вопрос, как Папа Римский относится к пятидесятникам. И вы знаете, он ответил, это живая ветка на дереве христианства. И я вспомнил то дерево, которое православные нарисовали, живая, действительно живая ветка. То я хотел бы по этому поводу такой пример привести, что верующие, которые уже долго в вере, которые твердо стоят в слове, это такой вот ствол, вы знаете, который его не может ничто пошатать, да ему и шататься не хочется сильно, когда его в ветке. А молодежь более пышная, да, и ветер ее шатает, вот, чтобы не забывали, но через листья что приходит? Вот то солнце там дает, я не знаю, биологи есть, что там, что там происходит, какие реакции, да. Вот чтобы мы друг друга понимали, те, которые твердо стоят, да. Может оно и тяжело, когда там сверху крыша эта шатается, и не знаешь, боятся, волнуются. Вы куда, молодежь? Сейчас же упадем, но если корень нормальный, если корень хороший, оно все устоит. Но молодежь, вы тоже помните, на ком ваши ветки держатся. Вот это, я думаю, есть преемственность поколений. И хочу прочитать из Икииля, тоже такое интересное, ну, может, чуть-чуть обличительное оно. 34-я глава из Икииля, Бог обращается, это Ветхий Завет, и те, которые после стада, они уже не заботились о стаде, и через Икииля Бог обличает, но потом говорит о новом нашем времени, что Бог соберет всех. Из 17-го стиха я хочу прочитать, вот, до 24-го, наверное, такие слова. «Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом». Если там он говорит о том, что кого он поставил, пасти стадо, и они не так пастли, как должно, что это стадо разбегалось, попадало к лютым зверям, и Бог будет судить тех священников, да, то вот в новое время, в наше время, Бог уже будет, он поставил, если пастыря, если жутеля, но будет судить между овцами, как между собой члены тела себя ведут. «Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими? Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог. Я сам буду судить между овцою тучной и овцою тощей, так как вы толкаете боком и плечом и рогами своими, бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они будут уже, и они, извиняюсь, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. Братья и сестры, я так надеюсь и думаю, что к нашей церкви это не относится, но просто, чтобы мы вспоминали эти слова и следили. Иногда так бывает, что я уже вырос, я уже много знаю, и могу где-то сам питаюсь хорошими пажиками, а кого-то притеснять. Вы знаете, Иисус, когда пришел, Он говорил на фарисеев, что бремена неудобоносимые на людей одели. Когда апостолы спросили, язычники каются, что делать, то там ограничили, мало сказали. Удавлены не ешьте, идолам не поклоняйтесь, и то, что себе хотите, то делайте другим. А потом, когда будут возрастать, придет это все. Бывает так, что, знаете, нагружают, и человеку тяжело нести. Человек может потеряться, но Бог говорит, что я буду судить. Я буду судить, и того, и того. Братья и сестры, пускай нас Бог благословит, чтобы мы были снисходительны друг к другу. Снисходительны – это с верхней ступеньки сойти, если ты понимаешь, что ты выше, он ниже, то спустись к нему. Будьте снисходительны друг к другу. И любовь нам может покрыть все, всякие недостатки. У нас еще более меньшее поколение есть, мы сейчас будем за него молиться, которые только ходят в воскресную школу, сейчас наши дети будут меняться, мы за них помолимся, помолимся за родителей, ну и, естественно, помолимся за то, что мы сейчас говорили, за нашу молодежь. Пускай Бог благословит. Ну и за старшее поколение тоже помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok